Здравия всем слушателям и подписчикам моего канала, с вами Виктор Максименков и в этом видео я предлагаю разобраться с таким строением как Stonehenge, понять ложь это или правда и для чего он действительно предназначен, потому что как нам известно этот уникальный мегалитический памятник или хоровод великанов это та загадка над которой ломали голову многие поколения, он возвышается на гладкое как стол с алсберийской равнине в южной части Англии, в нескольких милях от него протекает река Эйвон, ну а знаменитым конечно тем что сооружение составлено из гигантских каменных глыб, вес которых колеблется от 5 до 50 тонн. В чем же суть этой загадки? Дело в том, что многие скажут, а зачем нам это рассматривать, мы уже это давно рассмотрели, ведь всем известно что Stonehenge построен в 20 веке. Ну как я вам покажу дальше это мягко говоря совершенно не так, хотя конечно масштабные реставрации, которые предпринимались с начала до второй половины фактически 20 века стали предметом резкой критики и даже журналистских расследований в начале и 21 века. То есть некоторые хранители музеев указывали на то, что почти все камни были тем или иным образом затронуты, перемещены, то есть с ними что-то делали. И подобных фото с реконструкцией или в кавычках строительством нового Stonehenge вы в сети найдете масса, было множество видео по этому поводу. Но я всегда говорю таким людям, что не спешите делать выводы, если вопрос очень важный, то конечно там будет множество фактов, фейков и еще подобных наслоений личной информации, которая будет мешать понять действительно суть этого явления и насколько оно вообще было распространено по всему миру. Потому что если мы даже посмотрим те же фотографии строительства или реконструкции, как это названо, с того же Stonehenge, то мы видим, что уже все-таки какие-то сооружения при этом там находились, это не было чистое поле, что делали с глыбами, куда их увозили, что меняли их и сооружали подобные. Нам это неизвестно, это предмет разбирательств, который интересует не только нас, но факт остается фактом. На том месте мы видим те сооружения из дерева, из камня, которые все-таки присутствуют, их дополняют, укрепляют, реконструируют, подготавливают площадки для установки камней, новых или старых. Вопрос, конечно, открыт. Но если кто-то говорит, что Stonehenge построили в 20 веке, то, конечно же, это не так. Да, его реконструировали, совершали множество манипуляций, но перед вами открытка, которая датируется между 1902 и 1918 годами, которая и говорит, зачем же проводились эти все реконструкции. То есть перед нами этот Stonehenge как раз до реконструкции первой, которая была произведена до 1920 года. И мы видим, что эти гигантские камни кто-то подпер, потому что они просто могли упасть. То есть если сооружению сотни лет, а так и есть, и в нем использовались глыбы многотонные, то рано или поздно это сооружение все равно придет в упадок в прямом переносном смысле. Что и происходило со Stonehenge. Он просто разрушался. И, соответственно, нужно было провести обследование, укрепить то, что имелось, для того, чтобы это сохранить для потомков. Если же брать данные археологии, то изучение этого места показывает, что первые элементы памятника были созданы еще 5000 лет назад. То есть примерно 3000 лет до нашей эры. А археологи относят завершение сооружения тех гигантских каменных блоков, которые мы видим как раз где-то 1900-1600 года до нашей эры. Так зачем же было нужно подобное сооружение, то есть назначение этих мегалитов? Ну, те научные мужи, которые изучали этот объект, они говорят, что это, скорее всего, было связано или с культом мертвых возведения подобного сооружения. Либо этот комплекс использовался для определения астрономических событий. В первую очередь, состояние и равноденствия. Ну, это уже ближе к истине, как я вам дальше покажу. Ну, факт остается фактом о том, что, по крайней мере, данные историков расходятся с данными, которые имеются в литературе. Потому что в литературе XII века в определенных манускриптах, в том числе история бритов, конечно, они ее не воспринимают. Они вообще считают, что это фейк какой-то. Стоунхендж должен был увековечить память 460 бритских вождей. Ну, лично я считаю, что, скорее всего, 360. То есть есть определенные искажения. Почему вы выйдете дальше? Предательски убитых во время мирных переговоров, вторшившимся на остров с Саксами. Медлен якобы установил этот грандиозный мемориал на месте коварного убийства в царствовании короля Аврелия Амброзия, дяди Артура. Ну, как глазит легенда, волшебник не был архитектором сооружения. Ему лишь принадлежала идея, внимание, перенести хоровод великанов из Ирландии, где он прежде находился. То есть подобные данные есть в литературе. То есть слева эта миниатюра, как бы, тоже с Мерлином, 1300 год. А справа, как раз, миниатюра из книги «Встреча юного Мерлина Амброзия с королем», который как раз и был дядей Артура. То есть, опять же, она еще седьмого века считается. То есть подобная литература встречается на всем протяжении, хотя события вроде бы относятся к пятому веку нашей эры. То есть, согласно вот этим источникам, Мерлин обратился к королю со следующими словами. «Если ты хочешь украсить могилу убитых мужей отменно прочным сооружением, пошли к кольцу великанов, которые находятся на горе Келарион в Ибердне». То есть древнее название Ирландии. Саму гору я не смог найти. Может, вы знаете, какая она. Ну, созвучно что-то... Карантуил какие-то горы. Скорее всего, там это стояло. «Оно выложено камнями, с которыми никто из людей нашего времени не мог бы управиться, не подчинив искусству уму. Камни огромные, и нет никого, чья бы сила могла бы их сдвинуть. И расположены эти глыбы вокруг площадки, где покоятся тела убиенных. Так же, как это сделано там. Они встанут навеки». Ну, то есть фактически он говорит, поехали туда, возьмем эти камни, «Расположим их в современном Стоунхендже так же, как они там стояли, сориентируем, и это сооружение будет стоять веками». Ну, в принципе, он оказался прав. И опять же, а как же они их перевезли? Ну, тут вопрос, потому что они-то гигантские. Тот же говорится и в хронике. «Услышав эти слова, Аврелию смехнулся. Заметил, как это так, вести столь огромные камни и столь отдаленного королевства. Точно в Британии не найдется камней для задуманного мноя сооружения». На что Мерлин ответил, «Понапрасну не смейся, ибо то, что я тебе предлагаю, отнюдь не пустое. Камни исполнены тайн и придают лечебное свойство различным снадобьям. Некогда великаны вывезли их из крайних пределов Африки и установили в Ибернии, где тогда обитали». Ну, древнее название Ирландии. То есть Мерлин обращает внимание на то, что камни особые, поэтому если они и взять сюда, то здесь, как говорится, получатся какие-то особые свойства. Притом справа вы видите книгу 14 века, как великаны строили Стоунхендж. Им удалось вывезти эти камни из прошлой Ирландии только силой и только благодаря гению Мерлина. Потому что без Мерлина они ничего не могли сделать, но при помощи его механизмов, которые он соорудил, они смогли их погрузить и вывезти и установить. Здесь архитектор Мерлин, который взял это все и перевез на это место и установил так же, как оно стояло там. А до этого это стояло в Африке. И все это вывезли и строили великаны. И об этом им прекрасно известно. Ну, подобные источники, историки, конечно, не воспринимают, потому что для них это фейк. Вот мы там что-то нарыли, сказали вам, что это так. Все, вы верьте, безоговорочно. И до свидания. По поводу, как говорится, древности Стоунхеджа, чтобы не было разговора, мы показываем самые ранние фотографии. 1875 год. Все эти камни на месте, они прекрасно присутствуют. Подобные фотографии в сети сотни. Это тем, кто Стоунхедж там построили в 20 веке. Заново возвели, вполне возможно. Реконструировали, вполне возможно. Заменили камни, все может быть. Но это же нужно изучать и понимать, что же они там учудили в итоге. Ну, говорить о том, что он действительно появился в 20 веке, ну, мягко говоря, не стоит, потому что 1867 год фотографий, просто их сотни. То есть сотни фотографий, не только фотографии. Все ссылки на материалы, как всегда, в описании. Перейдите, посмотрите. То есть зарисовки 1820 года, о том, что Стоунхедж еще стоит, да, разрушен. То есть тот же 1820 год, опять же, зарисовка, как и что там праздновалось до этого. Какие астрономические события, как бы фантазия автора с зарисовками. Но, тот 16 век, близ Уилтона, камней прекрасных груда. На этот хаос глаз не в силах счесть. Не постигает разум, кто принес тек мог, всей край равнины и откуда. То есть это сэр Филипп Сидней, поэт блестящей Елизаветинской эпохи, 16 век. То есть это изображение тоже перед вами, примерно из тех же времен. Что мы видим? Ну, Стоунхедж есть, да, разрушенный, да, не целый. Ну, есть. Карта, которую нарисовал Джон Спид, который жил 1552-1629. Скорее всего, это срисовка с вот этой карты 1610 года. И Стоунхедж в разрушенном состоянии, да, но он присутствует. Ну, это для тех, кто, как бы, его никогда не было. Тоже подобные зарисовки того времени. Их множество в сети. Перейдите, познакомьтесь. Опять же, перейдите в тот же файл Стоунхеджа, и там вы увидите их все. Еще одна зарисовка. Акварел Лукаса Дегира, который жил в 1573. Ну, она сделана примерно в 1573-1575 этим художником. То есть присутствует все это, да, все есть, все никуда не делось. И самые ранние свидетельства, опять же, это 14-й век, как минимум, найдены зарисовки, иллюстрации, описания, где показан этот Стоунхедж, то есть, или то, что от него на тот момент было. Зачем же он строился все-таки? Ну, еще авторы 18-го века подметили, что положение камней можно увязать с астрономическими явлениями. Наиболее известная современная попытка была истолкована как раз Хокинсу и Уайту принадлежит, и они сказали, что, скорее всего, это что-то связано с фиксацией явлений Солнца-Луна. Но они, скорее всего, были и правы. Потому что слева вот сам Стоунхедж в целом в состоянии, а второе изображение это 1700-й год в день летнего солнцестояния. Опять же, видно четкая ориентация Стоунхеджа на летнее солнцестояние. Ну, одно из событий. Вот, летняя ориентация 2014-й год. То есть, какую бы они там реконструкцию не делали, может, они не все там испортили все-таки. То есть, опять же, видны эти астрономические события. Но, самое интересное, что, ведь подобные мегалиты мы встречаем во множестве мест, не только в Стоунхедже. Да, они подобные, не такие же. Да, они обработаны более худшими способами, но они-то есть по всему миру, в том числе и в Сибири. Плюс, тоже не стоит забывать про сооружения, подобные в Стоунхеджу. То есть, тот же рязанский мегалитический комплекс Спасские Луки, то есть, названный Рязанский Стоунхендж, то есть, некогда от городища Старой Рязани, в местечке Спасская Лука, было найдено древнее сооружение, схожее построение с Англики в Стоунхенджу. Его возраст оценен 4000 лет. Ничего удивительного, понятно, что это сооружение было деревянным, то есть, намного проще, но, скорее всего, это как раз сооружение использовалось для фиксации основных астрономических событий, которые и были основными праздниками тех же славян на протяжении многих-многих тысяч лет. Опять же, хотелось бы обратить ваше внимание на Малтынскую пластину. Это календарь, которому дают до 25 тысяч лет до нашей эры, то есть, максимум 27 тысяч лет. И что мы здесь видим? Если его приблизим к центру, мы видим так называемую спираль жизни. То есть, опять же, спирали, 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 то есть, это совмещенный лунно-солнечный календарь, который изучен наукой, доказан. Я много раз рассматривал, почему нам это интересно, потому что тот же фесский диск это та же спираль жизни, где здесь лунно-солнечный календарь, то есть, здесь можно и 30 дней применить, и 40 дней применить. Когда мы начинаем рассматривать Стоунхендж, то вот в таком исполнении мы видим, что Стоунхендж это 90 камней. То есть, внешний круг 30, средний круг 30, и все камни внутреннего круга опять же, это 30. То есть, 30 плюс 30 плюс 30 это 90. 90 на 4 цикла это как раз 360 дней. Цикл луны и солнца в древние времена, но подобный цикл же ушел, то есть, цикл земли стал 365 дней, цикл луны стал 350 чем-то там дней сейчас. То есть, может поэтому вспоминаются убитые бритские вожди. Но вопрос вожди имеется в виду скорее всего именно солнечные дни, солнечно-лунный календарь, который раньше, в древние времена был одинаковый, 360 дней составлял. И соответственно 360 прекрасно делится на 30, то есть, может это в первую очередь как раз и есть лунно-солнечный календарь. Потому что, если взять весь комплекс, по крайней мере вот этот круг, то там есть еще и 11 какой-то ряд, где 30 ямок, так называемых, и 12-й ряд, где 30 ямок. То есть, что мы видим? Весь все это сооружение кратно 30. Я повторяю, в древнейшие времена цикл Луны был 30 дней, это есть месяц, так называемый. Солнечный цикл же был 360 дней. То есть, 360 тоже прекрасно делится на 30. Поэтому, здесь все указывает на то, что это сооружение как раз для отмечания астрономических событий, для правильного празднования праздников, для отмечания дней Луны и Солнца. Опять же, Луна, Солнечный календарь совмещенный. Подобных сооружений масса, они, вот эти подобные английскому Стоунхенджу называются Кромлихи, известные в Сицилии. Есть еще сооружения Менгиры, есть и Дальмены. То есть, ближе к Стоунхенджу, конечно, Менгиры. То есть, а вообще мегалиты, это переводится как мегас, большой или литвой камень. То есть, они носили в первую очередь культовый характер, считает наука. Ну, представляли собой грубое или не очень грубо обработанное большие каменные глыбы, расположенные в определенном порядке. То есть, этот порядок и говорит о том, что это лунно-солнечные календари в первую очередь. То есть, подобные Менгири, Стоунхенджи, Кромлихи, они известны по всему миру. То есть, их строила одна и та же культура. По крайней мере, проводили эти календарные системы в мире, использовали те же самые знания о природе вещей. То есть, Менгири и Кромлихи, как Стоунхендж, они фактически родственники. Они находятся по всей земле, а Менгир, он более грубо обработан. То есть, это простейший мегалит в виде установленного человеком, грубо обработан от дикого камня, у которого вертикальные размеры заметно превышают, горизонтальные. Ну, не все Менгири, скорее всего, обработали великаны, поэтому качество обработки, как понимаете, хуже. Скорее всего, Стоунхендж и его камни уникальны тем, что это наследие еще той цивилизации, которая погибла 13 тысяч лет назад. Поэтому, стоит обратить на него внимание. Ну, и в той же Шотландии есть подобные Менгиры, то есть, подобных сооружений масса. Нельзя сказать, что они построены вчера и просто так отничего. Ну, а выводы я вам предлагаю сделать самим, потому что информации масса, конечно, нужно разбираться. Все ссылки на материалы, как всегда, в описании под видео. Перейдите, познакомьтесь. Я здесь накидал массу, то есть, там видно и реконструкцию 20 века, и как разные люди рассматривали этот вопрос. Ну, в первую очередь, факты, которые показывают, что подобные исторические события происходили, есть описание, которое не соответствует выводам современной науки, но оно, в принципе, укладывается в понимание тех процессов, которые происходили, происходят сейчас. но хотелось бы напомнить, что для того, чтобы выходили следующие видео, нужна ваша информационная поддержка, потому что, если вам нравятся эти видео, то, чтобы они оставались в информационном поле, нужны, во-первых, ваши положительные комментарии, ваши лайки, подписка на канал, и, соответственно, репосты, то есть, распространение этой информации в своих группах, в своих друзьях, друзьях, ну и, соответственно, просмотры, именно все это позволяет оставаться в информационном поле той информации, которая системе разрушения, как бы, не нужна, а вот, если она нужна людям, то тогда просьба поддержать такую информацию. Именно благодаря этому, лайкам, комментариям, положителям эта информация остается, потому что YouTube такие видео обычно лишает монетизации, а в итоге удаляет, то есть, люди не получают рекомендации, то есть, не видят их в рекомендациях тогда, в итоге эти видео просто удаляются с канала, из-за того, что они YouTube как бы не нужны. Отдельная благодарность тем, кто имеет возможность помочь материально, потому что не только информационная работа важна, но и работа в материальном мире, так как нужно продолжать исследование. Я бы, например, хотел посетить те места, которые открыл, например, тот же великий ханбалык легендарный в России, долину пирамид императоров, но это без вашей поддержки невозможно, если даже хотя бы 10% тех, кто смотрит это видео, это будет интересно. Под каждым видео есть закрепленные комментарии, там есть любые счета, и в рублях, и в долларах, и в гривнах, и в других валютах. Совершенно небольшая сумма может помочь, чтобы невозможное стало возможным. Стали возможны и новые исследования, стали возможны и экспедиции в те районы, которые уже открыты. То есть фантастика стала бы явью, но это возможно только при силе коллектива, когда многим людям это интересно, и не нужно что-то фантастическое, даже если человек найдет возможность выделить какие-то 10-100 рублей раз в год, найдя информацию на канале полезно, это позволит невозможному стать возможным. И помните, бесплатный сыр он всегда бывает только в мышеловках, а тот, кто платит, тот и заказывает музыку, поэтому заказчик и должен быть народ, простой народ, который будет говорить, да, мне интересно развиваться как человек, либо наоборот, интересно посетить в первую очередь как раз те места, которые уже открыты, просто нужно подтверждение, что это действительно так. и помните, что сейчас наступила эпоха волка, а древние говорили в человеке два волка злой и добрый, кого кормишь, на кого обращаешь больше внимания как в информационном плане, так и в материальном, тот и увеличивается, то есть то, что вы обращаете внимание и во внешнем мире и в себе, то и будет увеличиваться. Будете обращать очень много внимания на зло, будет увеличиваться количество зла, будете обращать внимание на добро, Как в себе, так и в мире. И будет увеличиться количество добра. Почему? Наступившая эпоха уже с 13-го года. Это как раз время честности и справедливости. Время санитаров леса. То есть людей волевых. То есть образ волка отсюда возникает. Поэтому время поменялось. Энергии поменялись. Не живите на алгоритмах прошлого. А ищите алгоритмы, которые делают вас лучше. И самый главный успех этой жизни. И секрет этого всего успеха. Это состоит в том, чтобы найти свое предназначение. А затем реализовать его. Это говорил Генри Форд. Но на самом деле это знали и древние. Потому что если каждый человек устремится к цели в жизни. Выполняя свое предназначение в соответствии с течением времени жизни. То жизнь его обретет высший духовный смысл. Это заповедь числа Бога. Именно поэтому я на своем сайте и предлагаю людям пройти славянский гороскоп. Так как именно он и является основой мудрости древних. Он показывает жизненное предназначение человека. Содержит ту гигантскую информацию, которая содержит душа человека. Те программы, которые в нем есть. То предназначение на весь срок жизни. И плюс множество еще дополнительной информации. То есть без этого это все равно, что блуждать широко закрытыми глазами по миру. И натыкаться на препятствия, которые вам совершенно не нужны. То есть тратить свое жизненное время попусту. Всем рекомендую это сделать. Потому что это основа вашей жизни. То, что в вас заложили и боги, и предки, и высшие силы. Все ссылки на эти материалы, они есть на канале. То есть вот красная стрелка. На главной странице канала есть ссылка. И на сайты, и на все мои социальные сети. Переходите. Там все это есть. А в социальных сетях Народная Академия Наук создана. То есть то место, где люди могут делиться своими находками. Показывать интересные материалы. И написать мне напрямую, если там есть необходимость. То же самое есть и в Одноклассниках. А с вами был Виктор Максименко. Жду ваших комментариев. По этому поводу стоит ли продолжать двигаться в этом направлении. Благодарю всех за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok